Место живописное, но недоступное. Так про свой поселок Зеленая Горка говорят местные жители. Автобусы сюда не заезжают. Маршрутки пролетают мимо. Таксисты ехать не хотят, так как поворот сложный. Можно добраться пешком, но лишь по старой скользкой лестнице, преодолевая опасные железнодорожные пути. А ведь все от аптек магазинов и вплоть до школ находится в Инкермане. И другого пути к цивилизации у жителей нет. У нас поликлиника в Инкермане. Магазины все в Инкермане. Аптека в Инкермане. Вот я сейчас не могу. Я вызываю такси и еду на такси. 250 туда, 250 обратно. Губернатор лично общается с жителями Зеленой Горки. Сам проходит весь сложный путь и сразу дает поручение организовать подвоз детей с поселка до школы. Спроектировать и сделать лестницу с освещением. А вот оборудовать полноценную остановку на трассе не получится. Это слишком опасно. Выход – железнодорожный переход. Можно построить цивилизованный настоящий железнодорожный переход. Это очень недешевое удовольствие. Вы видели там порядка 200 миллионов. Но сейчас мы будем его еще раз обсчитывать. Либо и проектировать начинать. Либо это будет делать железная дорога в рамках проекта большого, вы знаете, глубокого обхода Инкермана, который там сейчас проектируется. Но так как все-таки этот проект тоже будет небыстрый, я все-таки считаю, что надо запроектировать железнодорожный переход отдельно. Либо железная дорога сможет здесь его отдельным проектом сделать, либо мы будем искать деньги у себя и его строить, потому что обязательно это сообщение безопасное нужно сделать. Через пару недель в Инкермане сдадут вот это футбольное поле. Оно создавалось в рамках ФЦП. Сейчас уже завершается обустройство объекта. И скоро футбольные тренировки пройдут для юных спортсменов. Завершается капитальный ремонт детской поликлиники на объекте. Трижды меняли подрядчика, но только сейчас все доводят до конца. А вот с подстанцией скорой помощи, которая должна быть еще и круглосуточной амбулаторией, все не так радостно. Небольшую стройку начали еще в 2018 году, но сильно затянули. Еще один многострадальный объект Инкермана – это газификация домов на улице Умрихина. Девять многоквартирников ждут подключения. Уже и трубы подведены, а газа все нет. Постоянно возникают вопросы с приемкой. Пауз Севастополь газ завершает у нас. Но какие-то вечно бюрократические сложности. До 15 числа газ туда мы подключим. В эти девять домов лично проконтролируем. По графику идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя чашами бассейна. Это первый подобный объект в Инкермане. Сдадут его в следующем году. Заниматься смогут как спортсмены, так и простые местные жители. А вот находящийся по соседству новый сквер 60-летия Октябрьской революции губернатор раскритиковал. Общественное пространство сделали в прошлом году, но вот достойного ухода нет. Туалет не работает, газоны засыхают. Строим большие, красивые, дорогие объекты. Пока обслуживать их качественно не научились. Конечно, есть вопрос перестройки системы, вопрос финансирования, вопрос полномочий, кто этим все-таки будет заниматься. Мы договорились, что этим будут районы заниматься. В Инкермане странно, если парки и скверы будут обслуживать сквер. Отдельное внимание губернатора поселку Гресс. Некоторые объекты, как, например, старый детский сад, необходимо сносить. А вот местный клуб нуждается в возрождении. Здание архитектурно не хуже тех, что в центре Севастополя. В 90-е объект оказался в частных руках, теперь же заброшен и стал пристанищем для плохих компаний. Правительство будет обсуждать пути восстановления объекта. Полина Кольт, Андрей Тымчук, Новости Севастополя.